В августе 2013 года приуральская археологическая экспедиция Института археологии РАН под руководством доктора исторических наук Леонида Яблонского возобновила раскопки могильника Филипповка-1, всемирно известного памятника археологии. Решение о дополнительных раскопках было принято при поддержке Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области и Башкирского государственного педагогического университета. Изначально экспедиция планировала лишь доисследовать останец кургана и поставить логическую точку в его изучении. Сенсационных находок ничто не предвещало. В ходе раскопок царского кургана-1 археологами было обнаружено женское погребение, датируемое IV веком до н.э. Антропологические исследования позволили установить, что найденные в могиле останки принадлежат женщине, умершей в возрасте около 35 лет. Она лежала на спине в вытянутом положении головой на юг. Обнаруженные элементы богато украшенного костюма погребенной свидетельствовали о том, что здесь была захоронена женщина, занимавшая высокое социальное положение. Под обеими руками погребенной, от середины плеча до середины предплечья, обнаружены два скопления разноцветного бисера и мелких золотых, коралловых и каменных бусин. Возможно, они являлись декоративным украшением какого-либо элемента одежды. На спрессованном песке с трудом читались изображения нескольких экзотических животных, возможно, оленей с фантастическими рогами, следующих друг за другом. Благодаря участию в археологической экспедиции художника-реставратора Ольги Аникеевой, сохранившиеся фрагменты вышивки были очень грамотно зафиксированы и изъяты останцами вместе с участками грунта. Как потом оказалось, такой метод изъятия позволил сохранить фрагменты вышивки. Один фрагмент археологи взяли просто так, прям таким пластом, и он сохранился очень плохо. Вот этот, значит, археологи залили ПВА. Это вот Ольга Аникеева, она залила ПВА, и таким образом удалось сохранить целиком почти весь рисунок, как потом оказалось. Восемь долгих лет прошло с момента обнаружения этого уникального захоронения, прежде чем сохранившиеся фрагменты вышивки передали в работу художнику-реставратору высшей категории Натальи Синицыной. На первом этапе работ были проведены комплексные исследования материалов, из которых изготовлены нашивки-розеты и многочисленные бусины из филипповского могильника. Используя методы микрорентгенофлуоресцентного анализа, оптической и электронной микроскопией, удалось определить природу происхождения и элементный состав сплавов исследуемых предметов. Анализ золотых бусин методом сканирующей электронной микроскопией позволил установить, что для их изготовления использовалось листовое золото с содержанием драгоценного металла на уровне 84-85%. Тройной сплав золота, серебра и меди, из которого изготовлены бисерины, представляет собой тип золотого сплава, классического для греческой ювелирной традиции. Золотые бусины имеют различные формы, от почти круглых до беконических, часто практически цилиндрических, с выраженным пояском посередине размером около 3 мм. Стеклянные бисерины, выполненные из бесцветного стекла, имели следы ирезации и коррозии поверхностного слоя, связанные с естественной деградацией стекла. Вероятный центр изготовления стекла для бисерин мог находиться на Ближнем Востоке, одном из мощных центров стеклоделательного производства в тот период. Исследование бисерин красного цвета показало, что для расшивки одежды из филипповских курганов использовался ценный вид коралла, предположительно относящийся к средиземноморскому красному кораллу. Вероятно, сначала рисунок был нанесен на ткань основы с помощью какого-то красителя, а затем поверх этого наброска были нашиты бусины, о чем говорит тщательность проработки и точность изображений. Приступая к реставрации фрагментов вышивки, необходимо было выработать методику первичной очистки бисера и золотых розет. С помощью деревянных палочек розеты очищались от почвенных отложений и следов клея. В дальнейшем они тщательно промывались в водно-спиртовом растворе. С помощью щетинной кисти поверхность металла очищалась от следов клея и остатков почвенных отложений. По мере разборов пластов проводилась тщательная фотофиксация отдельных участков вышивки и изготавливались картограммы расположения сохранившихся бисерин. Каждая бусина отмечалась на картограмме и переносилась на специально подготовленную рабочую поверхность, покрытую скульптурным пластилином, в соответствии с сохранившимся рисунком вышивки. Механическая очистка бусин от следов клея, земли и песка проводилась с помощью кистей разной жесткости и тонких игол. Бисер, изготовленный из песчаника, дополнительно укреплялся специальным составом. На следующем этапе работ был подготовлен дублировочный материал – шелковый газ, тонированный в светло-коричневый цвет. После очистки и консервации элементы вышивки перенесли с мрамора на шелковый газ в пяльцах небольшого размера и зафиксировали на нем. На завершающем этапе работ разрозненные фрагменты были собраны и укреплены вместе на специально подготовленной хлопчатобумажной ткани в соответствии с первоначальной прорисовкой вышивки. В связи с тем, что сквозные отверстия некоторых бисен чрезвычайно тонкие, для их укрепления приходилось использовать вощеную нить и лимононить. Полтора года кропотливой работы позади. Наталье Синицыной удалось законсервировать и восстановить фрагменты бисерной вышивки, украшавшей костюм сарматской жрицы. Отреставрированные фрагменты бисерной вышивки заняли достойное место на выставке «Золото сарматских вождей», открывшейся в Пушкинском музее. Сейчас, в 2023 году, этот предмет, на мой взгляд, является одним из знаковых в этой выставке, которая как раз в эти дни открывается в Пушкинском музее. На самом деле, эта коллекция связывала между собой уже в современном мире большое количество исследователей, ученых, просто археологов и полевиков, музейщиков, искусствоведов. И для нас эта вещь очень знаковая. Знаковая еще и в том смысле, что после экспонирования на выставке она вернется в Оренбург и войдет в основной фонд нашего музея и будет экспонироваться в Золотой кладовой, где мы будем рассказывать нашим посетителям и гостям города о статусе этой вещи. И вообще, я очень надеюсь, что история этого предмета послужит стимулом для дальнейшего исследования, изучения этого памятника, представления этой коллекции не только у нас в России, но, будем надеяться, и за ее пределами. Потому что та работа, которая была проделана в рамках только этого предмета, она потрясает своим обилием, количеством вовлеченных людей, проделанной работой, исследовательской частью, что, на мой взгляд, она будет являться достойным примером, который будет стимулировать ученых обращать внимание на коллекцию золота. И самое прекрасное, что музейными приемами мы говорим о предмете с точки зрения его входа в научный оборот, с точки зрения его популяризации и рассказа, на мой взгляд, об одном из значимых символов брендов не только Оренбургской области, но и вообще России, это коллекции сарматского золота.